Здравствуйте! Я рад, что вы сегодня снова включили нашу программу «Страсти Христов», и именно так называется наша сегодняшняя проповедь. Ведь после того, как Иисус был осужден, будучи невиновным, и без всяких доказательств, над Ним стали злейшим образом издеваться. Он подвергся ужасным мукам и в конце концов был распят, как преступник, совершивший тяжкое преступление. Но что же происходит с теми, кто так обходится с Сыном Божьим? Есть ли сегодня люди, которых это касается? И что мы можем узнать о Кириньянине Симоне, который просто проходил мимо, а римляне заставили его нести крест Иисуса? Основываясь на сказанном в 15 главе Евангелия от Марка, пастор Вегерт в своей проповеди ответит на все эти вопросы. Давайте сейчас встанем и прочитаем отрывок из Евангелия от Марка, как и было уже объявлено. Итак, это 15 глава Евангелия от Марка, стихи 16 по 32. Я повторю. 15 глава Евангелия от Марка, 16 по 32 стихи. А воины отвели его внутрь двора, то есть приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его «Радуйся, царь Иудейский», и били его по голове тростью и плевали на него, и, становясь на колени, кланились ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофа, что означает «лобное место». И давали ему пить вино сосмирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жеребий, кому что взять. Был час третий. И распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников. Одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания. И к злодеям причтем. Проходящие зла словили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу. «Других спасал, а себя не может спасти Христос, Царь Израилев. Пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем в него». И распятые с ним поносили его. Как вы хорошо помните, он был распят не один, а там было еще два разбойника. Аминь. А теперь садитесь, пожалуйста. Чуть ранее мы можем прочитать о том, что сначала Пилат приказал побить Господа Иисуса. Хотя он и сказал, «Обдумайте хорошенько этот момент». Хотя он и сказал, «Я не вижу никакой вины на этом человеке». Он сказал, «Я не вижу никакой вины на этом человеке». Но потом приказал побить его. «Обили его плетью с деревянной ручкой, на которой были кожаные ремни с кусочками металла на концах». Этой плетью и Иисуса стали бить по спине. Это был настоящий цинизм, настоящее преступление. «Пилат, что же ты за человек такой?» Ты сказал, «Я не вижу никакой вины на этом человеке». А потом сделал такое, в таком состоянии Духа Пилат передал Иисуса воинам во дворе, чтобы они сделали, что надо. Они должны были подготовить его во дворе к распятию. И тогда все солдаты, бывшие в тот час на дежурстве, сбежали со всего дворца изо всех углов и закоулков, чтобы посмотреть на человека, которого побили плетью, чтобы продолжить смучить и высмеивать его. На его залитую кровью спину они накинули так называемую багринецу. По мнению толкователей Библии и историков, это была изношенная военная куртка, которая уже совсем выцвела и поэтому приобрела багряный цвет. То есть это были какие-то отрепии. Надев на Иисуса эту старую одежду, они хотели посмеяться над тем, что он царь. Но они не только придумали для него это царское одеяние, они сплели для него и венец. И мы знаем, что он был истерновником. Они возложили на него этот венец и дали ему в руку трость, то есть своеобразный скипетр. И затем они из сарказма упали перед ним и закричали «Радуйся, царь иудейский!» Просто невероятное зрелище. Они цинично забавлялись, унижая Сына Божьего насмешками и презрением. Они били тростью по его уже раненой голове. Они плевали в него и снова падали перед ним на колени. Они осыпали его ужасными насмешками. Я думаю, на этих строках у многих замерло дыхание. Подобное происходит и сегодня. Люди дико и бесцеремонно, не боясь Бога, богохульствуют, высмеивают и смеются над Богом, высмеивают христиан, даже не задумываясь о том, что они делают, и не испытывая уколов совести. Но в Библии, еще в Псалтере, ясно сказано. Живущие на небесах посмеются. Господь поругается им. Итак, в итоге ситуация переменится. Эти люди высмеивали, издевались и измывались над Иисусом. Но все мы прекрасно знаем одну поговорку. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так говорят, и вы знаете, что так оно и есть по жизни. Но в Библии сказано вот что. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. Я видел людей, которые насмехались над Иисусом и богохульствовали. Но я видел и то, как плохо они кончили свои жизни. Иногда ситуация может примениться очень быстро. И вот что Павел писал Галатам и вообще всем людям. Ибо кто почитает себя хоть чем-нибудь, эти воины, эти первосвященники, этот Ирод и этот Пилат, все они почитали себя кем-то значимым. Это были величавые, высокомерные, сумасбродные люди. Но Павел писал, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. И поэтому я советую нам и всем нашим друзьям, которые слышат нас здесь или снаружи. Я хочу от всего сердца попросить всех вас, не возвышайте себя, пожалуйста, перед Богом. Не смейтесь над Иисусом и Его святым именем, ибо в конце вы просто не вынесете того, что потом свалится на вас. Для людей, которые думают, что они могут так поступать с Богом, последствия будут очень серьезными. После того, как самовластные римские воины поиздевались над Иисусом, они сняли с Него старую багряную куртку, и, как мы знаем, снова облачили Его в Его одежду. Затем они отправились вместе с Ним, уже избитым, на холм под названием Голгофа, где все и должно было произойти. Те же, кто был осужден на распятие, должны были вынести свой крест из города сами. Но еще никто из приговоренных к распятию не был перед казнью так избит, как наш Господь, Иисус Христос, наш Спаситель. После недолгих попыток нести крест, тащить его и волочить за собою, он просто-напросто упал, потому что был сильно изможден. Разумеется, римские воины могли ускорить этот процесс и понести крест сами, но эти господа и не собирались нести за этого чудика его крест. Смотрите, вон кто-то там идет, мы даже не знаем. Кто это был? Мы знаем только, что он шел с поля, как сказано в Писании. И то, что его звали Кириньянин Симон. То есть он родился в Кирене. Это был город на севере Африки, который находился где-то в районе сегодняшней границы между Египтом и Ливией. И этого Кириньянина Симона они схватили. Как мы уже прочитали и заставили проходящего некоего Кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля нести крест его. Если мы ненадолго остановимся на этом стихе и попытаемся принять во внимание все, что сказано в Библии, в этом месте, перед нами возникнет просто невероятная история. А именно, история о великом Божьем провидении. Римские воины схватили абсолютно незнакомого им человека по имени Кириньянин Симон, который случайно, конечно же, в кавычках, случайно, шел с поля в город Иерусалим и заставили его оказать любезную услугу Иисусу и понести за него крест. И куда же он в итоге пошел? К Голгофе. Туда, где все и должно было произойти. Он не хотел туда идти. Он не собирался туда идти. Это вообще не входило в его планы. Но в Божьи планы это входило. Кириньянин Симон понес крест, а другого Симона, Симона Ионина, не оказалось рядом. Но Бог избрал для этого дела именно этого чужака, ибо если мы правильно понимаем сказанное Библии, Кириньянин Симон из-за этого непредвиденного обстоятельства, приведшего его на Голгофу, скорее всего, в итоге пришел к вере. Маршрут, который он наметил себе, коренным образом изменился в этот день. ему не по своей воле пришлось понести крест прямо на лобное место, где произошла казнь Иисуса путем его распятия на кресте. Он не намеревался и не планировал это делать. Он стал свидетелем распятия Иисуса и, очевидно, в итоге уверовал в него. Откуда мы можем это знать? Мы можем так говорить, потому что Марк, написав свое Евангелие, внес туда информацию о сыновьях этого Кириньянина. Вы помните, что там сказано? «И заставили проходящего некоего Симона Кириньянина». И вот они, эти слова отца Александрова и Руфова, то есть это были известные люди. Его сыновья стали известными людьми. Как же так произошло? Когда этот чужак встретился идущим на Голгофу, он был просто неким прохожим, которого не знал даже Марк. Когда же он написал свое Евангелие, этот человек уже перестал быть для него незнакомцем. Теперь он был известен как отец Александр и Руфа. Это означает, что двух этих мужей прекрасно знали в первой церкви, иначе бы Марк не стал упоминать их имен. А Павел в своем послании к римлянам приветствует практически всю эту семью. Он пишет там, «Приветствуется Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою». Согласно Павлу, в итоге уверовала вся семья Кириньянина Симона. Это просто полная драма история о Божьем проведении. Чисто случайно, можете подумать вы, в глазах окружающих. Это произошло чисто случайно, но для Бога случайностей не бывает. Дорогие друзья, наши миссии, наши друзья по ту сторону экрана и все наши прихожане. Во множестве писем от наших телезрителей мы постоянно уже много лет и десятилетий читаем следующие слова. Я совершенно случайно наткнулся на вашу программу. Совершенно случайно я увидел вашу книгу у своей соседки. Совершенно случайно я оказался в вашей церкви на Дюрисвейк. Одна женщина как-то рассказала нам, что когда она однажды садилась в Гамбурге на городскую электричку, она случайно обнаружила на одном из сидений буклет о церкви ковчег, прочитала его, вдохновилась, оказалась в нашей церкви и в итоге обрела спасение. И все это благодаря какой-то бумажке на сидении электрички. О, слава Богу! Чисто случайно. О, нет, в случае с Кириньянином Симоном это точно была не случайность. Он был просто прохожим, шедшим с поля. И вот его якобы случайно заставили понести крест. И он пошел на Голгофу. Не кажется ли вам, что он пошел на Голгофу, потому что того захотел Бог? Я уверен в этом на сто процентов. Дославится имя Господне. Как-то я читал историю о человеке, который ехал в поезде в те времена, когда еще были опускные окна, и с явным раздражением читал Библию. Он был неверующим человеком, и кто-то подарил ему Библию. Он ехал и думал, что это за ерунда. В итоге он опустил окно и выбросил из него эту Библию на соседние пути. И Библия полетела туда. Случилось так, что как раз на это место пришел человек, который решил покончить с собой, но там он нашел эту Библию и прочел пару стихов. Они очень увлекли его. В итоге он обрел спасение, и все закончилось очень хорошо. Итак, такие истории нас глубоко трогают. Я хочу сказать еще по этому поводу вот что. Возможно, кто-то из вас сейчас тоже оказался в нашей церкви по воле случая. Да благословит вас Бог и спасет ваши души. Бог может это сделать всего одним взмахом руки. Нам известно множество подобных случаев. Наш Бог очень велик. Он спас этого кириньянина Симона. Как я уже сказал, этот человек был родом из Африки. И ввиду этого факта я хочу упомянуть о том, что сейчас в нашем мире происходят просто ужасные российские преступления. У меня есть прекрасный совет для правителей всех стран, для всех протестующих, а также всех полицейских и остальных людей, чья жизнь с этим связана. Обратитесь в веру. Если весь... Как же это просто, а? Если весь мир, все народы, все страны, все правительства склонят свои головы перед Богом, принесут свои грехи Иисусу Христу и начнут просить о прощении, и в итоге Иисус, Спаситель нашего мира, войдет в сердца всех людей, весь расизм исчезнет всего за несколько часов, верите вы в это или нет? Да, как же просто. Но мы сами не хотим иметь с Богом ничего общего. Мы не хотим, чтобы нам помогли. Мы просто продолжаем сами что-то мастерить и заниматься самолечением. Мы экономим все больше и больше и отказываемся от все большего количества вещей. В мире все больше убийств, больше расправ, ненависти и нищеты. Зачем вы это делаете? Друзья, обратитесь же наконец веру. Если Иисус Христос войдет в нашу жизнь, Он изменит нас не только снаружи, но и изнутри. Если Иисус Христос войдет в наши сердца, тогда Он изменит их и превратит старых, падших людей в людей новых, созданных по образу Божьему. И друзья мои, так оно и произойдет. И в конце времен, после того, как люди в течение столетий и тысячелетий будут отказываться от помощи единственного, кто может им помочь, в итоге к нам снова придет Царь Царей Иисус Христос. И тогда к Нему пойдут все народы, страны и племена, все языки и совершенно не важно, откуда вы родом. Бог не делает никому предпочтений. И все мы будем с Ним в мире радости и вечной жизни дославиться имя Его. Аллилуйя! Вот какая замечательная надежда есть у нас, у христиан. Скажите на это аминь. Таков смысл истории этого человека Кириньянина Симона да будет благословенно имя Господне. Мы очень рады, что наша программа стала великим благословением для многих людей. А особенно мы рады тогда, когда можем услышать от вас, дорогие телезрители, как вам помогла наша программа. К нам постоянно приходит множество писем. Вот, например, одно из них. Когда я слушаю ваши проповеди, все вещи этого мира кажутся мне такими мелочными, Бог же велик, именно это мне нравится в церкви Ковчег. Я словно оказываюсь в вашем зале. Еще один телезритель написал нам письмо. Я постоянно смотрю ваши проповеди, по телевизору и всякий раз остаюсь под впечатлением от того, как вы излагаете писание. на каждое ваше предложение мне хочется сказать «Да, так оно есть». Это не просто какие-то праздные речи, которые я слышу иногда. Мы будем очень рады, если вы нам напишете так же. И не только о том, как вам нравится наша программа. Напишите нам и о том, что именно вам в ней нравится. Потому что в нашей церкви мы, особенно пасторы, но и вместе с нашими прихожанами мы тоже молимся о том, к чему стремятся наши сердца. Именно поэтому между нами должна быть еще более глубокая связь. Мы будем рады услышать ваши голоса. Бог не делает никому предпочтений, а представители его народа проживают во всех странах. Вот почему наша церковь провозглашает благую весть по всему миру. Но важна также и конкретная помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Церковь Ковчег прекрасно это понимает и осуществляет множество гуманитарных миссионерских проектов во многих странах мира. Мы покажем вам небольшой сюжет об этом из Израиля. Во время своей миссионерской поездки в Израиль пастор Кристиан Вегер со своей командой посетил партнера нашей церкви Церковь Слава и Истина. Кристиан Вегерт провозгласил там Слово Божие. Ибо первая заповедь гласит «Я Господь Бог Твой». Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Каждое воскресенье здесь проводится богослужение с целью познакомить иудеев с Благою вестию. Особое внимание уделяется пережившим Холокост выходцам из Советского Союза. Эти люди пережили большие страдания. Многие из их родственников погибли в концлагерях. Сегодня большинство из них ведет уединенную жизнь. Они одиноки и бедны. Один раз в месяц церковь слава и истина устраивает благотворительный обед для переживших Холокост людей, которые могут посетить до 500 человек. Пастор Давид Садок рассказал гостям этого обеда о чудесных Божьих обещаниях, связанных с Иисусом Христом. Пастор Кристиан Вейгард с радостью пообщался с этими людьми и услышал несколько трагических историй. Также для этих людей регулярно устраиваются экскурсии. В этот раз делегация церкви Ковчег поехала вместе с ними. Сейчас мы с пережившими Холокост людьми отправимся в небольшое путешествие. Это будет однодневная экскурсия, организованная церковью Слава и Истина. И наша церковь помогла им в организации этой экскурсии. В рамках экскурсии по особым Божьим местам эти люди также прослушали небольшую проповедь от евангелиста Эдди. Поскольку большинство из этих людей плохо знает иврит, он прочел им ее на их родном русском языке. Мы в церкви Ковчег очень рады, что можем материально поддержать этот проект. Помогите нам подарить надежду проживающим в Израиле людям, которые пережили Холокост. Дорогие телезрители, в Библии сказано, что вера бездействия мертва. Участие и забота о бедных и испытывающих нужду людях являются выражением истинной веры. Мы от всего сердца благодарим тех, кто помогает нам дарить надежду и обеспечивать хорошее будущее людям по всему миру. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова